Доброе утро! В эфире новости на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова. И вот самые актуальные новости к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие повреждения нашли? Оценка деятельности губернатора Алтайского края Виктора Томенко существенно выросла. Такие данные приводит российский медиахолдинг РБК со ссылкой на закрытые социальные исследования. Их провели по заказу администрации президента в марте 2019 года. В ходе исследований измерялись уровень доверия губернаторам, отношение к их работе, а также запрос на смену руководителя. По данным соцопросов, уровень оценки деятельности Виктора Томенко вырос на 13%. Таким образом, глава региона оказался на втором месте в десятке губернаторов, чью работу оценивают на высоком уровне. 30 алтайских школьников стали победителями проекта «Губернаторский дневник». Некоторые за одну только третью четверть сумели получить больше 300 пятерок. С отличниками встретился губернатор Виктор Томенко, а успеваемости школьников удивлялся наш корреспондент Глеб Полянский. Принять участие в проекте газеты «Комсомольская правда» мог любой алтайский школьник с 5 по 11 класс. Обязательное условие – учиться на одни пятерки. Каждый ученик присылал бланк с оценками с подписью директора школы. Всего в редакцию поступило около 700 писем со всего края. Лучшие из лучших получили памятные подарки и дневники, подписанные губернатором. Мы, поверьте, взрослые вами невероятно гордимся и совершенно точно уверены, что если так и будете продолжать, то будущее нашей страны, нашего края, конечно, в надежных руках. Я вас за это благодарю и желаю не останавливаться на достигнутом. После губернаторской автограф-сессии школьники наперебой задавали Виктору Томенко вопросы о его школьной юности, перспективных профессиях будущего и о том, как он видит развитие Алтайского края. Одной из тем стали любимые школьные предметы. Глава региона отметил, что всегда хорошо учился, однако некоторые направления вызывали особый интерес. Какое-то время география. Очень физика нравилась, мне кажется, где-то под конец уже учебы, когда пошли такие сложные темы. Там уже пошла какая-то алгебра, геометрия, и она так была, математика разная была какая-то. И помню, что поскольку я уже собрался поступать в институт, я уже над этими предметами усиленно работал. Может, поэтому так больше всего и понравилось. По мнению Виктора Томенко, главный плюс проекта «Губернаторский дневник» в том, что он приучает участников к планомерному труду для достижения цели. А это пригодится им при построении карьеры. Глава региона отвечал на вопросы школьников около часа, а после общение продолжилось в более неформальной обстановке за праздничным тортом. Глеб Поленский, Анатолий Фукс. Новости. Пришли первые новости с полей региона. Агрария Алтайского края засеяли еровыми культурами более миллиона гектаров. Это на 10% больше среднегодовых показателей и в 10 раз больше по сравнению с 2018. Об этом сообщил на аппаратном совещании в правительстве края министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. Напомню, в прошлом году посевной кампании помешала плохая погода. И продолжаем выпуск. Жители одного из домов на Валтайске стали заложниками своего ТСЖ. В 2015 году в доме по адресу Октябрьская, 25А, прошли выборы председателей товарищества собственников жилья. Правда, на встрече было всего 5 человек, и они единогласно проголосовали за председателя дома. Жители сперва удивились такому повороту событий, но согласились с решением собрания. После выбора в доме начались проблемы. На фасаде и в подъезде образовались трещины, отрывались козырьки, и подвал неоднократно затапливало. По словам жильцов, ТСЖ бездействовало. Последней каплей стали счета за коммуналку. Суммы превышали 5000 рублей даже в квартирах площадью 37 квадратных метров. При этом, за что люди переплачивают, никто не знал. Согласно квитку, за тепло. Но дом отапливается от газовой котельной, таких сумм быть не может. Жильцы обратились в инспекцию строительного и жилищного надзора. Можно посчитать, насколько все это сделано. Выдело нарушение по превышению норматива на содержание общего имущества по электроэнергии. Сделало предписание убрать с квитанции прочие расходы 2, которые также рассчитывались из стоимости газа и незаконны. Потому что мы не имеем права сами себе устанавливать тариф какой-либо. Ну и еще ряд других нарушений. На данный момент ведется более обширная проверка. Эту тему мы продолжим в вечерних эфирах. Также о том, как сменить ТСЖ, если оно не выполняет свои обязательства, расскажем в программе интервью дня. В гость в студии эксперт-юрист Виталий Толкачев. Смотрите в нашем эфире в 17.15. А пока перейдем к другим темам. В Крымой столице проверили, как сохранились дороги, которые отремонтировали год назад. На улицы Барнаула выехали сотрудники Министерства транспорта края, городской администрации, Общероссийский народный фронт. Проверили 77 участков дорог. Повреждения нашли на 13. Это улицы Дальняя, Димитрово, Молодежная, Максима Горького, Гоголя, Попова. Покрытие пришло в негодность из-за зимних аварий на коммунальных сетях. Приводить их в порядок будут обслуживающие организации. Работу не примут, пока участки дорог не восстановят надлежащим образом. Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев отметил, что работы по ремонту дорог и инженерных сетей необходимо синхронизировать. Делать это будут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Наши планы до 2024 года сформированы. Мы собираем совещания со всеми ресурсовиками, их более 15 в городе, то есть различных форм собственности. Впоследствии эти планы синхронизируются, и мы понимаем, что те или иные объекты будут выполняться в определенный период. Тогда мы свои дорожные работы откладываем на последующую часть. Кстати, вчера барнаульские энергетики начали ремонт тепловых сетей на улицах города. Так они готовятся к следующему отопительному сезону. Движение транспорта на некоторых улицах краевой столицы ограничат. Это треть улицы энтузиастов в почетной стороне. Там работы пройдут до 19 июня. До 5 июня закроют половину проезжей части на четной стороне Антона Петрова и улицы Шукшина. На время ремонта участка тепловой сети по улице Попова в районе жилых домов номер 157 и 208А будет ограничено движение транспорта по четной и нечетной сторонам. В районе жилых домов номер 208А и 157 до 14 июня. 27 миллионов рублей потратят городские власти, чтобы благоустроить главную аллею Барнаула. Работу нужно завершить 1 сентября. Сейчас объявлен аукцион на выполнение работ. Он пройдет 23 мая. Победитель должен будет к сентябрю благоустроить главную пешеходную аллею Барнаула. Сделать бетонные бордюры, смонтировать систему полива газонов, поставить полсотни скамеек. Большая часть из них будет находиться между улицами Димитрово и Чкалово. 36 штук. Мокрый снег и дождь пройдут сегодня в некоторых районах края. А вот в Барнауле, по данным синоптиков, осадков не будет. Средняя температура в крае составит 8-13 градусов тепла. В восточных районах местами небольшой дождь, утром с мокрым снегом. Ветер северный 3,8 метра в секунду, местами порывы до 15 метров. В Барнауле столбики термометров поднимутся до плюс 8, плюс 10 градусов без осадков. Ветер северный 7,12 метров в секунду. Майские праздники предложили продлить в будущем году на два дня и сделать выходными 4 и 5 число. С такой инициативой выступил Минтрут. Сделают это в счет новогодних каникул. Идея заключается в переносе январских праздников, совпадающих с выходными днями, на майские будни. Если инициативу одобрят, россияне смогут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. А теперь перейдем к новостям культуры. В 14-й раз Алтайский край присоединится к музейной ночи. Всероссийская акция пройдет 18 мая. В краевой столице торжественное открытие пройдет в 6 часов вечера на нулевом километре. Выставочные залы, арт-пространство, картинные галереи, театры и другие площадки города подготовят для посетителей специальные программы. Экскурсии, выставки, квесты, творческие занятия, мастер-классы и спектакли. Например, участников ждет пешеходная экскурсия пешком по Петропавловской. И путешествия в город мастеров. Выставка работ, тату мастеров. Фотографии, запрещенных в СССР. И сад больших цветов с фотозоной. Подготовят 41 площадку. В Барнауле организуют 5 экскурсионных автобусных маршрутов. Увлекательный, познавательный, исторический, образовательный и развлекательный. Экскурсоводами будут волонтеры. И на этом пока все. Еще больше новостей вы найдете на нашем официальном сайте katun24.ru. Увидимся в следующих эфирах.